Итак, сегодня у нас 13 июля. Лазурный берег, Ницца. Передо мной Александра Сташукова, город Владивосток. Александра, рассказывайте, как вы сюда попали. Совершенно случайно, благодаря парижской выставке. Линджери-шоу. Мода-сити. Мода-сити. Да, и ты каждый раз приезжаешь, каждый год? Ну, на Париже на выставки только второй раз. В январе я была и в феврале. На СПМ в Москве каждый раз. Ну, дай бог, чтобы эти места ты посещала как можно чаще, да? Конечно. Расскажи, пожалуйста, что у тебя в Владивостоке? В Владивостоке у меня два магазина нижнего белья. Под названием? Под названием «Бабочка». А оба называются «Бабочка». Или один «Бабочка», а второй не «Бабочка». Второй не «Бабочка», но скоро будет «Бабочка». Стрекоза. Нет, у него старое название «Шарм и стиль». Но мы его скоро переименуем, потому что, чтобы всё было под одним. А «Бабочка» у нас пишется по-английскими буквами. Чуть ли не «Бабушка». Ну, все, кстати, мимо читают, ходят, говорят «Бабушка». Ну, об этом мы подробнее расскажем нашим читателям, не зрителям в интервью, которое подготовим к зимнему номеру, потому что мы с тобой не только встречались на выставке в Париже, здесь, в Ницце, но ещё и будем встречаться во Владивостоке, куда провести мы с Ольгой в сентябре. Поэтому наше интервью будет складываться из нескольких таких кусочков, в разных снятых, в разных уголках. Вот сейчас мы покажем, что мы сидим вечером, завтра праздник, день взятия Бастилии, поэтому будет вот... Ну, что можно сказать? Как бизнес в Владивостоке? Бизнес – хорошо, но я знаю, что можно и лучше работать, гораздо лучше. Ну, у тебя с 2014 года падение, рост... С 2013 года я работаю, 5 лет в магазине. С 2014 года рост. Ага, как трудности начались, так у тебя рост пошёл. У меня рост. А как ты думаешь, за счёт чего? За счёт курса евро. Ну, почему за счёт курса евро? Ну, нельзя-то говорить на камеру, сейчас я тут скажу, что... Все тут типа говорят, что ой, торговли нет, когда страшно, как торговля, надо говорить всегда всё плохо. Не надо так говорить, надо говорить как есть. Значит, рост объёмов, не объёмов, а рост продаж в деньгах, видимо, да? В рублях из-за курса. Да, ну и в оборотах, соответственно, и прибыль увеличивается. Ну, прибыль, она же увеличивается, опять же, это рублёвая прибыль. А если считать на курс, то вот главное, что считать надо в физических единицах. Что в физических? На том же уровне или немножечко падения? Всё равно и в физических единицах тоже. В штуках. В увеличивающих гораздо. Вот, видишь, за счёт чего, как ты думаешь? Как тебе удаётся? За счёт, наверное, уже практики, ума, скажем так. Ананас. Мы заказывали десерты. Я думала, у меня порезаны курсы. Добрый вечер. А теперь придётся его кусать, наверное. Пол ананаса. Ещё и чем-то посыпали. Наверное, перцем. Корицей. Корицей. Хорошо. Значит, тайны не будем все раскрывать. Но, в принципе, ты молодая, значит, активно взялась в 12-м году. Вот, и необременённая была воспоминаниями о лихих 90-х. Нет, когда вот все начинали, у которых там было очень... Всё круто поначалу, а потом, ну, если люди меняются, а жизнь меняется, то и бизнес приходит в упадок. У тебя не было этого периода, ты сразу начала со сложных времён. Но у меня был страх. Когда вот только первая пришла поставка по завышенным ценам, у меня был страх, как я поставлю цен в два раза больше. А как что значит по завышенным? А? 12-й год. Тогда ещё не было... Нет, когда прошёл вот этот, в каком-то 14-м году. А, ну да. А когда резко упал в рубль? Вот, когда мы получили первую поставку по новым ценам, у меня был страх, как я покупателям покажу, где рядом тот же Симон Перель. 3000 рублей, 3500, а сейчас он будет стоить 6000 рублей. Вот, это был такой страх. Ну, и как справилась со страхом? Первое время ходили, этикетки вот так переворачивали. Ну, это буквально месяц-два больше боялась. Потом уже, ну как, всё спокойно. Скажи, пожалуйста, ты там не лидер такой по продажам дорогого белья? Не единственный? У тебя не эксклюзив на город, два магазина там ещё есть? Ну, если не секрет. Ну, есть же наверняка, да? Ну, моды же у нас, они же являются, много у них марок таких, которыми я не могу утрогать. А, из Телли Дани? Да, 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 это к ним они, ну как, они не то, что к ним относятся, они когда-то там вошли в их холдинг 20 лет назад, они 20 лет на рынке ехали. Но, как бы, раньше мне очень много ничего нельзя было, в Катерине ничего не давали. Потом я как-то им сказала, если не будете ничего давать, я вас больше вообще ничего не буду брать. Буду сама покупать напрямую у тех компаний, которые... Они мне открыли почти всё, кроме Ли Шармель, Ли Жавин и Шантель Таман. Всё остальное... Ты можешь всё. Да. Ну, а какие-то, ты нашла какие-то марки, которых нет у твоего поставщика, у которых только у тебя? Вот сейчас на этой, на парижской выставке, да, мы с девочками обошли столько всего и нашли столько интересного, что мы прям готовы брать, брать и ещё, ещё больше брать. Там, ну, прям вот... Я догадываюсь, не будем, не будем, наверное, озвучивать, я догадываюсь. Нет, я даже в Инстаграме, у меня все спрашивают, что там у нас будет. Секрет. Я пишу, что в целях, в коммерческой... Ну, конечно. Ну, как бы, в коммерческих целях я не могу... Ну, и потом сюрприз, сюрприз ты сделаешь своим покупателям, да? Конечно, сюрприз. Так будет потом неинтересно, что мы будем получать. Да. У тебя магазин-клуб? Можно назвать? Нет, не клуб. У тебя же есть лояльные покупатели, постоянные. Ты их чем-то угощаешь, вот, хорошим вином? Вот мы купили кофемашину. У нас такая хорошая, большая кофемашина. Я даже не пожалела на неё денег, чтобы купить кофемашину. Вот, ну, что-то не всем, смотрю, мои продавцы варят кофе. Заставляю варить, но они всегда варят. Ну, это... Ленятся. Ну, здесь, наверное, может быть и не лень. А есть условия? Диванчик? Кресло у нас есть. Столик? Столика нет. Который расположен. Тебя площадь какая? 60. Ну, у нас подсобка 18. Сколько там остается? 40. Хорошо. Александра, когда я приеду, мы с тобой походим по твоим помещениям, по этим, посмотрим, что можно сделать. Потому что я встречал магазины и по 45 метров, где есть всё. Ну, столик мы думаем, что нам нужно такой на колесиках подкатной ставить. Ну, может быть. Ну, это не самоцель, конечно, поить людей кофе. Вот, но... Нет, это когда мужчины ждут очень часто. Когда приходят парами, мужчины ждут своих женщин. Им кофе там налил, они всё уже сейчас дают. Ну, отлично. Значит, есть к чему ещё стремиться. Ну, что ещё можно сказать? Дальше у тебя какие планы? Ой, у меня планы грандиозные. По развитию, да? Хочется... Хочется много сделать, но так как у нас город на сопках, я пока не могу представить. Я всё время езжу по городу, вот так смотрю по сторонам. Ты места ищешь, что ли, да? Да, я хочу место себе, чтобы... Короче, хочу месяц. Чтобы третий магазин уходить, бутик. Ну, я... Или переехать? Не-не-не, не переехать ни в коем случае. Нет, у меня был раньше магазин в центре, я его закрыла в связи с тем, что он располагался в не очень удобном торговом центре. Ну, и прям вообще было невесело. А сейчас нужно обратно в центр. Ну, хорошо. Ну, мы... Такое у нас краткое с тобой интервью. Это всё-таки такая затравка на большой материал, который появится зимой. Вот, сделаем, покажем твои магазины. И расскажем некоторые секреты, которые позволяют тебе... Некоторые, по-моему, которые позволяют тебе вот так вот улыбаться, чувствовать себя уверенно на лазурном берегу. Легко и непринуждённо, да? Да, да. И думать о хороших перспективах. Да? Поэтому спасибо, попрощаемся с нашими зрителями и приглашаем всех на... Так, приглашаем всех на... На CPM куда? Ну, на CPM, да, конечно, чтобы познакомиться, встретиться. На CPM очень много возможностей, да, где можно интересное что-то взять. Вот на CPM я люблю брать, работать с 15-й парковой, и от них там ребята сидят с пабрики, которые... Да, да, да. И 15-ю парковую через них там возят, и они отдельно, у них можно взять то, что 15-я паркова себе не берёт. Ну, 15-й парковой будет приятно услышать о том, как ты отзываешься. Да, ну, так, что в Курмунт привет не можно передать. Да, хорошо. Вот, передаём им привет. Спасибо большое. Всё, до свидания. До свидания, зрители. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин